С гитары на рыбалку восьмый раз в бирах Чехиринского водосховища с устрока в великую бард рыбалку. Четыре концертные пляцовки, конкурсы с поборницей, рыбная ловля и ее логичный протяг, духмяная юшка и зрозумела добрый настрой. Все литовьевцы Грудичина собрались и какоматы рыбардовской песни, так и прихильники активного отпочинка с Беларуси, России, Украины, Латвии, Эстонии, Польши и навод Китая. За восемь год бард рыбалка со свято-активной гадпочинкой и бардовской песней первотворилась у визитовку Могилёшчины. Самая главная наша задача это сделать фестиваль все-таки разноплановым и в культурном отдыхе, и в плане развлечений, и в плане музыкальной программы, чтобы она была интересной, насыщенной, чтобы у нас не было скучно, чтобы мы дарили людям хорошую энергию и хорошее настроение. Якая бард рыбалка без концертов. Все летний фестиваль на же трех пляцовках объеднала выканавцев с 10 краин. Я впервые попала на бард рыбалку в прошлом году. Мы не на весь фестиваль попали, а мы с группой выступали с концертом в Гомеле и после этого приехали сюда. Нас очень тепло приняли и позвали в этом году тоже. Что изменилось в лучшую сторону? Да практически все. Во-первых, четыре площадки, на которые проходят концерты, это очень важно, потому что я считаю, что артист должен ходить к зрителю, а не к зрителю-картисту. Это мое такое правило. Палаточный лагерь так классно устроен, что к нему надо приходить и там петь песни. Як кажуть, не с певыми одинами. Кермаш народных майстро, юшки на любых уст, а для аматоров пары – некольки десятков лазнев. От сауны на колах до лазни по-шорному. Фестиваль очень нравится. В этом году уже как бы на третьем присутствую, в Могилеве, в Кишиневе было. И вот приехал к вам, больше всего понравилось у вас. Погода, прям воздух такой, дышится хорошо у озера, очень прекрасная. Сотни литров юшки, десятки яскравых выступлений и позитив во всем. За три фестивальных дни на Шагиринском водосховище побывали каля 5 тысяч человек. И еще больше цикавого про великую бардры балку глядите 9-го жнивня на телеканале «Беларусь-4 Могилев». У программе специальный репортаж. Павел Савицкий, Александр Тарасов, Новины региона.